Добрый день, сегодня у нас лекция посвященная нестрельной травме, мы разберем некоторые базовые моменты, нестрельная травма, поговорим о классификациях, посмотрим какие-то примеры, ну в целом не забывайте конечно же читать учебники и задавать вопросы преподавателю. Итак, давайте приступим. В первую очередь давайте определимся с терминами, которые могут вам встречаться при изучении темы, посвященной огнестрельной травмы. В первую очередь, что такое оружие? Мы уже говорили на предыдущих лекциях, на занятиях, оружие это приспособление, которое конструктивно предназначено для причинения повреждений, то есть они обладают какими-то особенностями, облегчающими причинение повреждений или делающие возможность причинения повреждений такой вот какой-то особенной, специальной. огнестрельное оружие, огнестрельное оружие, это важная текущая тема, это специально сконструировано, специально изготовленное устройство, в котором для придания движения огнестрельному снаряду используется энергия расширяющихся пороховых газов, то есть пороховые газы образуются внутри оружия, они расширяются и выталкивают огнестрельный снаряд. Баллистика. Баллистика это наука о движении огнестрельных снарядов, наука изучающая те закономерности, которые определяют характер движения огнестрельных снарядов. Баллистика может быть внутренняя, она изучает науку, изучает движение огнестрельных снарядов внутри оружия, как правило, внутри канала ствола. Баллистика может быть внешняя, она изучает движение огнестрельных снарядов вне канала ствола, в воздухе, в воде, в каких-то других преградах. И для нас особое значение имеет храневая баллистика, то есть это наука, изучающая особенности движения огнестрельных снарядов в биологических объектах. Судебно-медицинская баллистика, которой мы должны заниматься в рамках этой темы, это раздел судебно-медицинской травматологии, посвященный изучению закономерности возникновения огнестрельных повреждений, а также включающие методы изучения этих огнестрельных повреждений и их судебно-медицинскую оценку. Обратите, пожалуйста, внимание, в теме, посвященной огнестрельным повреждениям, обязательным является понимание классификации огнестрельного оружия. Казалось бы, вы можете задать вопрос, зачем нам это узнать? Мы, собственно говоря, не баллистики, не эксперты-криминалисты, мы врачи и, более того, не собирающиеся быть судебными медиками. Тем не менее, даже в дисциплинах, которые будут далеки от судебной медицины, как я уже говорил, вероятность столкнуться с какими-то повреждениями высока, вероятность столкнуться с огнестрельными повреждениями также существует. Слава Богу, она не такая высокая, но тем не менее. И вот как раз здесь понимание того, из какого оружия были причинены повреждения, зачастую облегчает поиск, например, снарядов внутри тела, поиск, может быть, каких-то дополнительных повреждений и в конечном итоге лечения пациента. Так вот, все-таки огнестрельное оружие мы делим на две большие группы. Это артиллерийское и стрелковое оружие. Артиллерийское оружие – это то оружие, для работы с которым требуется, как правило, несколько человек. Пушки, минометы. Мы не будем их сами рассматривать в рамках этой лекции. Мы будем говорить о стрелковом оружии и повреждениях, причиненных при стрельбе стрелкового оружия. Итак, стрелковое оружие – это то оружие, которым может пользоваться один человек. Для его обслуживания требуется один человек, для использования по назначению тоже. Стрелковое оружие может быть самозарядное и не самозарядное. Самозарядное оружие – это то оружие, при котором не требуется производить вручную каких-то действий для того, чтобы зарядить новую порцию снаряда, заряда и произвести выстрел. То есть предыдущий выстрел задействует те механизмы конструктивно предусмотренные в оружии, которые позволяют оружие перезарядить. Соответственно, несамозарядное оружие – это оружие, которое необходимо перезаряжать после каждого выстрела. Ну, например, примером несамозарядного оружия может являться, знаете, классическое, видели, пушка какая-нибудь средневековая. Выстрелили, после этого надо почистить канал ствола, положить туда мешочек с порохом, закатать туда ядро, вставить фитиль или насыпать порох в специальное запальное отверстие и снова поджечь запал. То есть достаточно продолжительный многоступенчатый процесс, который требует определенных навыков для достижения определенного темпа стрельбы. Ну, или более близкий к нам по времени пример, например, охотничье оружие. Одноствольное, двуствольное охотничье оружие, которое после каждого выстрела нужно переломить, достать оттуда стреляную гильзу, вставить туда целый патрон, потом снова закрыть замки, взвести курки иногда. То есть это все несамозарядное оружие. Автоматическое или неавтоматическое оружие. Это относится, грубо говоря, к тому оружию, которое мы считаем самозарядным. То есть автоматическое, грубо говоря, позволяет стрелять из него очередями. То есть одно нажатие на спусковой крючок вызывает серию срабатываний. Каждый последующий выстрел приводит к перезарядке оружия и тут же звучит следующий выстрел. И неавтоматическое оружие. Оно тоже самозарядное. Оно тоже перезаряжается самостоятельно, хотя тоже не всегда. Но при этом для следующего выстрела необходимо в очередной раз нажать на спусковой крючок. Автоматические. Автоматические виды оружия. Это, например, те же самые автоматы, пистолеты, пулеметы. Пулеметы, из которых можно стрелять очередями. Неавтоматическое оружие. Это определенные разновидности пистолетов, винтовок. Да, и те же самые охотничьи оружия. Гладкоствольное или нарезное оружие. Дело в том, что в некоторых видах оружия внутри ствола, то есть внутреннее ствола, представляет собой полый цилиндр или сужающийся или расширяющийся конус. Ну, бывает такое, что оружие к концу ствола чуть-чуть расширяется, канал, да, или наоборот чуть-чуть сужается, называется чоком. Такая ситуация. Гладкоствольное оружие. И когда это, как правило, охотничье оружие, хотя существуют некоторые виды боевого оружия, также имеющего гладкий ствола, но чаще среди боевого оружия встречается так называемое нарезное оружие. Нарезное оружие – это оружие, внутри канала ствола которого имеются спирлевидные борозды. Их может быть разное количество, 4, 3, 7. Это зависит от конструктивных особенностей, от конкретного предназначения данного вида оружия, от зачастую марки, которая выпускается. Ну, в общем, действительно много особенностей. То есть вот эти вот неглубокие сравнительно, но идущие по длине ствола борозды спирлевидные, они нужны для того, чтобы еще в канале ствола пулю, проходящую, а здесь стрельба, речь идет о стрельбе именно пулями, в отличие от долгострольного уже, пули необходимо закрутить вокруг ее оси, чтобы вылететь из канала ствола, она продолжала обращаться вокруг своей оси, а затем формировалось так называемое явление мутаций. Это необходимо для придания дополнительной стабильности в полете, да, и для лучшего попадания в цель. Таким образом увеличивается меткость. Далее стрелковое оружие можно разделить на малокалиберное, среднекалиберное и крупнокалиберное. Калибр ствола – это отдельная тема, отдельная тема для разговора, но, грубо говоря, да, мы можем считать калибром ствола расстояние между противоположными, наиболее близкими точками внутри канала ствола. То есть, если это гладкоствольный цилиндрический ствол, то понятно, что калибр у него на всем протяжении будет одинаковый. Если он сужающийся, то меряем калибр по наиболее узкой части, пучок, все так в внутренний диаметр ствола. Если это нарезное уже, то калибр меряется по-разному, в разных странах. Вот. Есть измерения между полями нарезов, то есть выступающими частями. Это самая узкая часть, которая может быть. А есть между бороздами нарезов, это более широкая часть. Ну, кому интересно, почитайте. Так вот, малокалиберным оружием у нас считается оружие, у которого внутренний диаметр в пределах 4-6 мм, среднекалиберное 6-9 мм и крупнокалиберное где-то 10 мм и более миллиметров. Обратите внимание, что согласно данной классификации к малокалиберному оружию относятся даже такие распространенные штурмовые винтовки, как автомат Калашникова 74-го года с калибром 5,45 мм. То есть он мелкокалиберный. Боевое оружие, предназначенное для достаточно серьезного ведения боевых действий. Оно на самом деле является мелкокалиберным. Поэтому не нужно воспринимать термин мелкокалиберное оружие как эквивалент термина маломощное оружие. То есть мелкокалиберное не значит слабое, не значит обладающее малой мощностью. По своему назначению оружие может быть боевым, предназначенное для ведения боевых действий, служебным, да, как правило для различных служб охраны или правоохранительных органов. Может отличаться, например, как характеристиками боеприпасов, более мягкие пули, дающие рикошеток, например, для стрельбы в помещениях. Вообще маломощные какие-то пистолеты или пистолеты-пулеметы, которые используются главным образом для того, чтобы ранить противника, а не убить его. Ну и так далее. Спортивное оружие обладает определенными характеристиками в плане перезарядки, в плане калибров. Ну, в основном нужно для тренировок и соревнований. Охотничье оружие – это оружие, которое применяется для охотников, которое сертифицируется определенным образом. Нередко может мало чем отличаться от определенных разновидностей боевого оружия, но опять-таки разница должна быть, как правило, она есть, хотя иногда чисто номинально. Самодельное оружие – это оружие, которое изготовлено вне лицензированных предприятий, такими-то кустырями, либо даже в каких-то подпольных цехах. Оно может копировать заводское оружие, но тем не менее, как правило, все-таки из-за доступности стали необходимых марок, из-за доступности точного оборудования, точнее недоступности всего этого самодельное оружие, оно по своим эксплуатационным характеристикам обычно проигрывает заводскому. Дефектное оружие – это оружие, которое либо повреждено в результате эксплуатации, либо повреждено намеренно, например, когда протачиваются патронники, да, спиливаются бойки, и таким образом оружие приводится в негодность, то есть оно становится негодным для того, чтобы производить выстрел, но зато его можно продавать как массогабаритную модель или как, да, как оружие, допустим, для церемониалов каких-то, там, вечного огня, к примеру, в карауле стоять или еще что-то такое для каких-то вот мероприятий, допустим, там, не покажу, что… И есть ритуальное оружие, ритуальное оружие, которое, как правило, связано с традициями определенных народностей, да, с ношением оружия, и поэтому вот к традиционному костюму положено оружие иметь, ну, как правило, это все-таки разновидности оружия такие, которые в другой ситуации можно было бы назвать устаревшими, тем не менее, они могут быть достаточно эффективными, действенными, более того, иметь привлекательный внешний вид. Вот, по длине ствола, по длине ствола оружие делят на краткоствольное, это пистолеты, револьверы, длинноствольное оружие, винтовки, штурмовые винтовки, ружья, да, и оружие может быть бесствольным. Примерами бесствольного оружия являются, например, некоторые устройства для самообороны легальные сейчас на рынке можно приобрести, но не в смысле на продуктовом рынке, а в соответствующих сертифицированных точках продажи, в оружейных магазинах продаются, допустим, бестольные комплексы, где в качестве ствола выступает толстостенная гильза, патрон эта гильза определенным образом на специальной площадке размещается, да, производится выстрел, потом со сменой гильзы фактически меняется ствол, то есть в данном случае невозможно говорить о характеристиках ствола, которые были бы отражены в раневом снаряде. Ну и, наконец, групповое индивидуальное оружие, индивидуальное оружие, понятно, использует один человек, групповое, например, пулемет использует чаще группа людей, может использовать и один человек, но для более качественной эксплуатации нужны, соответственно, там какие-то заряжающие люди, да, помощники, там кто-то, кто ленту будет определенным образом менять, подавать и так далее. То есть, только такое оружие, конечно, оно более громоздкое и более сложная эксплуатация, хотя, в принципе, не может считаться артиллерийским. Так, ну, давайте пойдем дальше, потому что, скажите, что я умрел, кстати, вот вам примеры различных видов оружия. Да, некоторые из них имеют довольно-таки непрезентабельный вид, в большинстве своем, но, тем не менее, когда-то были действенны. В правом верхнем углу мы в основном с вами видим результаты самостоятельного творчества различных мастеров, так называемые поджиги. Те огнестрельные, скажем так, разновидности огнестрельных приспособлений, которые делались, ну, если не на коленке, то около того. Внизу ружья, которые имеют, ну, пусть не все, да, но часть из них вполне себе заводской вид, хотя достаточно устаревшие пурковые ружья, вот два тут, которые, однако, наверное, могут эксплуатироваться должным образом. И в левом верхнем, так называемые обрезы, да, соответствующие какие-то модификации некогда заводского оружия, делающие, возможно, его скрытое ношение. Если говорить об огнестрельном оружии, нельзя обойти внимание на такой момент, как устройство патрона огнестрельного оружия. Вот схематично на этом слайде представлена разница между патроном для нарезного оружия слева, да, и патроном дробовым для гладкоствольного оружия. То есть сейчас оружие, которое заряжается, так сказать, со ствола, с казенной части, оно используется крайне редко. Как правило, это те самые разновидности самодельного оружия. В большинстве видов огнестрельного оружия, которые используются как в боевых действиях, на охоте, там, в спорте, используется оружие с патроном. То есть патроны – это уже сделанный на заводе комплекс, позволяющий ускорить перезарядку оружия, да, и облегчить его эксплуатацию, соответственно. Патрон для нарезного оружия, хотя, в принципе, гладкоствольный тоже может пользоваться такими патронами, патрон, который слева, он состоит из следующих частей. Это гильза, да, гильза, которая представляет собой цилиндр или такой вот бутылочной формы емкость, заполненная порохом – это состав, который быстро горит, вырабатывая большое количество газов, огромное количество газов, то есть 30 грамм пороха могут давать несколько десятков литров газов, которые, будучи сжатыми в очень ограниченном пространстве гильзы и патронника, резко расширяются и выталкивают пулю. Пуля представляет собой такое вот изделие, изготовленное из металла определенного или из комбинации металлов, иногда это сплавы, иногда это достаточно сложное устройство. Пули покрыты оболочкой, пули имеющие сердечник, то есть в зависимости от назначений пули могут быть более или менее сложным. Вот. И в донышке этой самой гильзы, которая заполнена порохом, находится так называемая капсуль. Капсуль содержит в себе небольшое количество вещества, которое может возгораться при детонации, при ударе. Прелесть пороха в том, что порох, конечно, может взорваться, но для этого его нужно поджечь. То есть если порох просто трясти, ну, например, бежит солдат, на котором, у которого патроны там в автомате, или бежит охотник за улетающей уткой, понятно, что если бы порох взрывался просто от сотрясения, то эти люди просто взорвались бы, да, взорвались бы все у них патроны. Вот чтобы этого не происходило, порох отделен от капсуле гильзы. Ну, вот этот капсуль в донышке гильзы, он как бы содержит совсем небольшое количество того вещества, которое взорвется при ударе, но не при прыжках, скачках, а именно при ударе по этому капсуле тонким заостренным байком, то есть как бы клювом таким, да, и вот тогда капсуль взрывается через маленькие дырочки в донышке, которые закрывает как раз этот капсуль, пламя попадает внутрь основной камеры патрона и поджигает находящийся там порох. Вот уже порох горит, много порох, да, там несколько десятков грамм может быть, и образует много пороховых газов, несколько десятков литров. Отличием типичного охотничьего патрона справа показано, да, от того, что слева с пули является возможность снаряжать данные патроны не одним снарядом пули, да, а множественным, например, массой мелких свинцовых шариков, которые называются дроби, ну или если их шарики побольше, то картечь. Для того, чтобы в процессе транспортировки, переноски вот эти вот шарики не смешивались с порохом, их разделяет пыш. Пыш – это вот такая вот прокладка, да, то есть здесь она нарисована очень тонкой. На самом деле, в большинстве патронов пыш может в таких вот занимать большую часть объема, он достаточно толстый. В современных патронах охотничьих роль пыжа выполняет пластиковый контейнер, то есть фактически внутри патрона есть пластиковый контейнер, который при выходе из канала ствола раскрывается, как лепестки цветка, и дробь летит дальше. И вот этот вот пыш, он, во-первых, не дает дроби с порохом смешиваться, это раз, а во-вторых, он при движении по каналу ствола, он выступает в роли поршня, как поршень шприца, выталкивая тот снаряд, который над этим пыжом лежит. Ну и еще в достаточно старых патронах использовался второй пыш, так называемый дробовой, да, то есть два пыжа, пороховой в серединке, разделяющий дробь и порох друг от друга, и дробовой пыш, тот, который находится наверху, он как крышка, чтобы дробь не высыпалась при ходьбе, опять же, да и вообще при транспортировке какой-то. Опять же, сейчас в современных патронах вместо дробового пыжа просто заворачивают внутрь и специальным образом завальцовывают края пластиковой гильзы. Ну, тем не менее, да. Почему это важно, наличие вот этих вот пыжей? Дело в том, что пыжи, если таковы и есть, они тоже вылетают из канала ствола и на определенной дистанции они способны причинять повреждения. Даже если они не попадают в мишень, их можно, как правило, при тщательном поиске обнаружить, да, и по тому, какие конструкции типажи имеют, даже сделать определенные выводы. Ну, в частности, например, классическая такая вот история, байка про то, как еще достаточно старые времена, да, около там 40-50 лет назад при помощи пыжа был найден преступник, да, то есть тогда, когда еще патроны охотники, только охотники снаряжали дома самостоятельно, в качестве пыжа часто использовали какую-то плотную, плотную бумагу, да, то есть ее просто вот забивали, чтобы отделить порох от дроби. Плотную бумагу достать было не всегда возможно, поэтому в ход шли разные там картонные упаковки и прочее. И вот ситуация, когда на месте преступления возле убитого был найден пыж, сделанный из открытки с обратным адресом, да, она как бы часто встречается в таких полуанекдотических историях из области статистической медицины. То есть здесь, конечно, речь идет о глупости снаряжавшего патрон таким образом, но тем не менее она ярко иллюстрирует то, как по характеристикам пыжа, не являющегося, собственно, убойным элементом патрона, да, можно, в принципе, приблизиться к раскрытию какого-то преступления. Вот несколько примеров патронов для боевого и спортивного оружия. Это патроны из вот этой вот категории слева, да, патроны с пулями. Ну, пожалуйста, обратите внимание, вот в серединке патроны 5,45 и 5,6 миллиметров. Это вполне себе, вполне себе мелкокалиберные патроны для автоматов, которые могут причинять достаточно серьезное разрушение тканей организма. А тем не менее относятся к мелкому калибру. Выстрел. Нам необходимо, конечно, определяться на этой теме с некоторыми моментами, которые, скажем так, не совсем очевидны для людей, не погруженных в эту тему. Под выстрелом мы понимаем выбрасывание снаряда из канала ствола, энергии параховых газов. Не нужно забывать, что вместе с выбрасыванием снаряда из канала ствола оттуда также выбрасывается огромное количество дополнительных факторов, но о них мы будем говорить дальше. Этапы выстрела. При нажатии спускового крючка срабатывает механизм, при котором взведенный баек, как правильно, это такой остроконечный стержень, бьет по капсуле в донышке гильзы. В капсуле происходит микровзрыв того небольшого количества взрывчатого вещества, которое там находится, неустойчивого к детонации. И вот эта искра через отверстие в донышке гильзы попадает внутрь основной камеры, загорается порох. По мере его сгорания гриппорох быстро, то есть не одномоментно, но тем не менее быстро, то есть занимает долю секунды, образуется огромное количество газов, которым тесно, и они толкают пулю по каналу ствола. Понятно, что они толкают не только пуль, они толкают гильзу. Они пытаются, конечно, ее разорвать, но стенки гильзы, как правило, сжаты стенками патронника, где она находится. А вот давление на донышко гильзы, оно приводит к тому, что гильза отходит назад, и, как правило, в самозарядных устройствах это приводит к срабатыванию механизма перезарядки. Выдавленный же вперед из гильзы снаряд, это может быть пуля, это может быть контейнер с дробью или с картечью, движется поддавливаемый сзади расширяющимися газами по каналу ствола, да, и в конечном счете выбрасывается из канала ствола, в струе искр, пламени, раскаленных газов, и вот, собственно говоря, мы привыкли именно это называть выстрелом. То есть вы должны понимать, что сам выстрел, он происходит несколько сложнее, чем просто выброс снопа пламени из канала ствола, и происходит, да, это все очень сжато по времени, но, тем не менее, это происходит, уже выстрел начинается чуть раньше, чем высокоскоростная, например, киносъемка зафиксирует выделение самого снаряда вместе в кубах дыма и пламени из канала ствола. Повреждающий фактор выстрел. Что может причинять повреждения при выстреле? Выделяют четыре группы повреждающих факторов выстрела. Первая группа – это, собственно, огнестрельный снаряд или его части. Это пуля, да, вот такой вот относительный монолит из одного или нескольких металлов. Это может быть дробь, то есть это сразу несколько фрагментов, несколько десятков фрагментов металла, которые выбрасываются и рассеиваются на определенной площади. Это могут быть осколки разорвавшегося снаряда, если снаряд, например, по каким-то причинам целенаправленно или нецеленаправленно разрушается в процессе выстрела. Ну и это могут быть детали охотничьего патрона, вот тот самый пресловутый пыш. Следующая группа повреждающих факторов – это продукты сгорания пороха и капсульного состава. Это пороховые газы. Это в первую очередь, не во вторую, воздух канала ствола. Вы понимаете, что воздух всегда есть в канале ствола и перед выстрелом он там есть. Поэтому, если в момент выстрела ствол, например, прижат к поверхности мишени или находится в непосредственной близне от нее, то первое, что ударит по мишени, будет не пуля и не дробь, а будет именно вот этот воздух. То есть воздух, он, конечно же, очень легкий, но когда он движется со скоростью несколько сотен метров в секунду, удар этим столбом сжатого воздуха он может причинять очень серьезные повреждения. Также к этой группе относятся копоть выстрела, продукты сгорания, окисление углерода, входящего в состав пороха. Частицы пороховых зерен, потому что не весь порох сгорает. То есть какие-то частицы, порошинки, они вылетают в горящие из канала ствола и тоже также могут осаждаться на близко расположенные мишени. Ну и частицы металла из гильзы, из капсюля, самой пули, потому что пуля проходит по каналу ствола, задевая его стенки, ввинчиваясь в них даже с каким-то определенным усилием. Поэтому какие-то фрагменты металла могут с самой относительно мягкой пули отделяться и выбрасываться уже следом за ними. Еще одна группа повреждающих факторов – это само оружие. То есть об этом часто забывают, но тем не менее оружие тоже приходит в движение, причем движутся как отдельные части оружия во время выстрела. Например, запор. Рукоять запора может двигаться и повреждать стрелку руки. Может двигаться все оружие целиком, отдача оружия и приклад. Оружие может, например, повреждать ту часть тела, которую оно приводит, привести к перелому ключиц. Дольный конец оружия также может причинять повреждения. Ну и в случае разрушения оружия при стрельбе осколки разорвавшегося оружия могут причинять дополнительные повреждения. Ну и, наконец, вторичные снаряды. Вторичные снаряды – это те снаряды, которые образуются при прохождении пулей каких-то препятствий. Например, стекол, деревянных частей, мебели какой-то. Либо вторичные снаряды образуются уже непосредственно в организме, осколки костей, к примеру. Они могут иметь другую, отличную от траектории пули собственную траекторию, разлетаться под углом от направления, от оси движения пули и причинять дополнительные повреждения. Виды повреждающего действия пули. И, да, тоже будем с вами говорить. Пуля причиняет повреждения благодаря тому, что обладает огромной кинетической энергией. То есть сама по себе пуля обычная, не специальная, не имеющая каких-то там взрывчатых веществ в себе. Довольно безопасное такое вот образование. То есть это небольшой кусочек металла, легкий. Но за счет того, что он обладает огромной скоростью, да, он обладает также и огромной кинетической энергией. Вы помните, надеюсь, формулу кинетической энергии. Масса умноженная на квадрат скорости деленная на 2. То есть как можно смотреть, как можно видеть из этой формулы, скорость здесь играет очень важные значения, даже больше, чем масса. Так вот, чем больше энергия пули, тем более разрушительным будет ее действие. В целом, в зависимости от энергии, значит, от скорости пули, мы можем выделить 4 вида действия. Разрывное действие, да, еще иногда она его называет дробящим. То есть пуля разрывает ткань по ходу своего движения, перемалывает ее, превращает ее в тканевой Д3, зону некроза. Вот, пробивное действие. Пуля выбивает кусок кожи и глубже лежащих тканей. То есть просто фактически разрушая их, превращая их в очень мелкие фрагменты, либо выбивая их как пробойник, унося с собой. Результатом является появление так называемого феномена минус ткань. То есть в том месте, где пуля пробивает кожу, ткань не просто разрывается, да, образуется дырка с лоскутами, которые могут позволить закрыть этот дефект, а просто ткань отсутствует. Выбила ее, ее нет больше. При более низких энергиях пули может быть видно так называемое клиновидное действие, когда пуля подобно ножу раздвигает ткань. Да, она их повреждает, да, она их разрывает, но при этом дефекта минус ткань не видно. То есть либо изначальная энергия пуля была низкой, либо пуля просто прошла достаточно большую дистанцию и эту начальную силу энергии уже подрастерял. Ну и, наконец, контузионное действие. Оно наблюдается, например, при ситуациях, когда энергия пули действительно уже очень сильно ослабела, либо в тех ситуациях, когда мишень находится за какой-то преградой, пробить которую пуля не в состоянии, например, определенной разновидности бронежилетов. Контузионное действие, оно, конечно, на первый взгляд не такое жуткое, как разрывное или пробивное действие, однако контузионное действие пули может приводить к возникновению переломов, например, ребер, да, контузии внутренних органов, разрывов внутренних органов. Поэтому попадание пуль в бронежилет это не как в кино, то есть, где главный герой немножечко пахал по уху, почесался и пошел снова в бой. Контузионное действие при попадании в бронежилет это нередко тяжелая травма с переломами ребер, с необходимостью провести достаточно большое время в больнице восстановления, либо даже с гибелью человека. Бронежилет защищает от проникающего действия в пули, но от контузионного далеко не всегда. Конечно, если распределяется энергия удара по большей площади, тогда, возможно, травм будет меньше. Так, характер травматического воздействия, повреждающих факторов выстрела. Воздействие может быть механическое, непосредственно действие огнестрельного снаряда, который разрушает ткани, преграды, также пороховые газы при близкой дистанции выстрела могут непосредственно воздействовать, бить по мишени. Части оружия могут механически воздействовать на мишень и вторичные снаряды. Химическое действие выстрела оказывает пороховые газы и пули специального назначения, пули, содержащие в себе какие-то воспламеняющиеся составы, трассирующие пули. Они могут химическое действие оказывать. Его тоже надо оценивать. Это позволит определить характер дострельного снаряда и, возможно, характер того оружия, которое применялось для причинения повреждений. Термическое действие оказывает пороховые газы, горящие пороховые газы, пламя пороховой газы и пули специального назначения, зажигательный пуль. Ну и вот поверхностные комбинированные поражения возникают от копоти выстрела, от частиц пороховых зерен, которые могут внедряться в кожу при стрельбе с близкой дистанции, частички металла, маленькие, ружейная смазка. То есть все это может воздействовать и термически, и химически, и даже механически. Классификация гестрельных повреждений. В первую очередь мы можем их разделить на пулевые и дробовые. Пулевые причиненные единственным ранящим снарядом, дробовые, множественные ранящие снаряды, которые были выброшены из канала ствола при одном выстреле. Также огнестрельные повреждения можно разделить на слепые, которые имеют входное отверстие, раневой канал, и в конце этого раневого канала, как в районе, находится огнестрельный снаряд, фуле или дроб. Они могут быть каналы или повреждения сквозными, когда есть входное отверстие, канал и выходное отверстие. Таким образом, речь идет о ситуации, когда нестрельный снаряд проходит насквозь через какую-то часть тела человека и, собственно говоря, может быть обнаружен где-то еще, но не в тени. И, наконец, касательные. Касательные ранения – это ранения, при которых одна из стен корневого канала отсутствует. То есть пуля проходит по поверхности, вдоль поверхности какой-то части тела, срывая с нее кожу мягкие ткани. Это совершенно не означает, что такие ранения какие-то пустяковые, малозначительные. Например, касательные ранения головы могут сопровождаться достаточно серьезными черепно-мозговыми травмами вплоть до каких-то летальных кровоизлияния или ушевого головного мозга. Просто любой огнестрельный снаряд, он пытается своей кинетической энергией поделиться. И раздает он ее не только впереди себя, он раздает ее во все стороны. Поэтому все ткани, которые приходят в взаимодействие с огнестрельным снарядом, они получают определенную порцию этой кинетической энергии. И она приводит к достаточно серьезным разрушениям, нарушениям структуры этих тканей. Агрестеринные повреждения также можно раздемить на проникающие. Речь идет о проникновении в какую-либо полость. То есть мы с вами помним, что полость черепа ограничена твердой мозговой оболочкой, плевральная полость париетальной плеврой, и брюшная полость ограничена пристеночной брюшиной. Вот если повреждаются такие структуры, есть проникновение в полость, мы говорим о проникающих в полость. Если нет, если ремной канал заканчивается в мягких тканях, то речь идет о непроникающих огнестрельных повреждениях. При огнестрельных повреждениях, особенно при сквозных, достаточно принципиально является задача определения входного и выходного огнестрельных отверстий. В данном случае приводим пример различия между входным и выходным огнестрельными отверстиями при выстреле с неблизкой дистанции, то есть вне зоны действия дополнительных факторов выстрела. Входное пулевое отверстие, как правило, имеет круглую или овальную форму за счет наличия дефекта минус ткани. В выходное отверстие, как правило, неправильной формы, звездчатой, щелевидной, дугообразной. Дефекта минус ткань может не быть. Края раны в данном случае могут быть вывернуты наружу. Размеры дефекта при входном огнестрельном отверстии, как правило, меньше, чем в выходном, и меньше диаметра пули. Более того, эпидермис и дерма содержат в себе повреждения разного диаметра. В эпидермисе, который менее эластичный, диаметр повреждения, как правило, равен диаметру пули, а в дерме более эластичный, именно за счет вот этой эластичности, диаметр повреждения меньше диаметра пули. В выходное отверстие, как правило, всегда больше диаметра пули. Края дефекта при входном отверстии в дерме, они мелкофистончатые, иногда относительно ровные, как сделанные пробойником. В выходное отверстие – это неровные края, свящатая форма, торчащие наружу какие-то плоскутые ткани. Поясок осаднения. Поясок осаднения – это ссадина кальциидной формы, которая находится вокруг огнестрельного отверстия. Именно за счет того, что разность диаметров отверстий в дерме и эпидермисе как раз обуславливает образование вот этого пояска осаднений. То есть ссадина вокруг огнестрельного отверстия, она видна вокруг входного отверстия, и может отсутствовать, точнее, как правило, отсутствовать возле огнестрельного повреждения, но может быть что-то похожее на ссадину вокруг огнестрельного повреждения выходного в том случае, если к коже с противоположной стороны возле выходного отверстия прилегал какой-то достаточно плотный объект. Ну, например, человек стоял, прислодившись к стене, и вот при ударе о стену в момент выстрела вокруг вот этого выходного отверстия может образовываться ссадина. Поясок обтирания. Поясок обтирания – это кольцевидное наложение масла, копоти, которые остались при прохождении пули через кожу. Кожа как бы вытирает пулю, и вот эти вот наложения, они остаются вокруг раны, у входного отверстия, ну и отсутствуют у выходного. За исключением тех случаев, когда имитация пояска обтирания может быть при ударе, например, у расположенной сзади какой-то вот предмет, например, опять же, при опоре на стену. Дистанции выстрела. Есть понятие дистанции выстрела и понятие расстояния выстрела. Расстояние выстрела, как правило, измеряется достаточно точно в десятках, иногда в сотнях метров. Но определение расстояния выстрела, оно требует достаточно сложных расчетов, нередко каких-то экспериментальных настрелов. А вот определить дистанцию выстрела достаточно просто. Есть три дистанции выстрела. Близкая дистанция выстрела, дистанция выстрела в упор и неблизкая дистанция выстрела. То есть, что такое упор? Упор – это выстрел в упор. Это выстрел в ситуации, когда дульный срез оружия касается мишени. То есть, уткнули ствол в какую-то часть тела человеку, произвели выстрел. Вот это будет выстрел в упор. Близкая дистанция – это выстрел на дистанции в пределах действия дополнительных факторов выстрела. То есть, вы должны понимать, что близкая дистанция будет зависеть от комбинации оружия, длины его ствола, калибра и так далее, и патрона тип пороха, тип снаряда будет определять дистанцию выстрела. Она может варьировать от нескольких десятков сантиметров до двух метров, иногда даже больше, в зависимости от того, что, собственно говоря, применяется. Виды упора могут быть разные при стрельбе упора. Может быть, краевой, да, например, немножечко под углом упорли. Дульный средств ствола в мишень. Он может быть герметичный, когда нет зазоров между мишенью и стволом. И негерметичный, когда ствол упирается в мишень, но при этом неплотно. То есть, какой-то прорыв газа может в сторону, возможно. Зоны близкой дистанции. Первая зона – это зона преимущественного действия пороховых газов. То есть, пороховые газы эту дистанцию преодолевают легко. Мы видим следы ожога пороховыми газами, мы видим следы химического действия пороховых газов, в состав которых входит большое количество монооксида углерода. И поэтому кровь в ране, мягкие ткани, порневые, они имеют ярко-красную краску за счет образования карбоксидемоглобина. Вторая зона – это зона отложения попоти, частиц пороха и металлических частиц. Они летят дальше, чем пороховые газы. И, наконец, третья зона – это зона отложения пороховых зерен и металлических частиц. Вы должны понимать, что дополнительные факторы выстрела, они не летят за пулей далеко, потому что они легкие. И сопротивление воздуха достаточно быстро их останавливает. Но все-таки маленькие кусочки металла или достаточно компактные пороховые зерна летят дальше, чем пороховые газы, которые останавливаются воздухом достаточно быстро. Признаки выстрела в упор. Так называемая штамп-смарка или штамп-отпечаток ствола. Наличие дополнительных факторов выстрела в раневом канале. Ярко-красный цвет тканей и крови в раневом канале из-за карбоксидемоглобина. И ярко-розовые ткани в канале ствола за счет карбоксидемоглобина. И наличие крови в канале ствола, если обнаружено оружие. Феномен Виноградова. Очень интересный феномен, о котором необходимо сказать, когда мы говорим о стрельбе с близкой и неблизкой дистанцией. То есть вы уже поняли, что неблизкая дистанция находится вне зоны действия дополнительных факторов выстрела. Однако при определенных условиях, при высокой скорости движения пули, как правило более 500 метров в секунду, в хвостовой части пули возникает вакуум. То есть сопротивление воздуха там отсутствует или оно минимальное. И вот в условиях вот этого минимального или отсутствующего сопротивления воздуха какая-то часть не сгоревших частичек пороха, каких-то вот частичек копоти, да, дополнительных факторов мастеров, они могут лететь за пулей так долго, пока пуля сохраняет вот эту вот большую скорость. То есть она настолько быстро прорезает воздух, что позади пули воздух просто не успевает сомкнуться. И вот в этой зоне комфорта летят дополнительные факторы выстрела за пули. До того момента, пока пуля не попадает в преграду, в многослойную мишель. Это второй необходимый момент для формирования феномена винограда. То есть мишель должна быть как минимум двуслоевая. Между слоями должно быть небольшое пространство. Ну, например, человек, одетый в кожаную куртку, стоящую, плотную кожаную куртку, да, отстоящую от тела, ну, в какой-то части, в которую попала пуля, там, на пару сантиметров. И вот когда пуля пробивает первую преграду, например, вот эту кожаную куртку, за счет вибраций первой преграды создаются турбулентные потоки воздуха прямо за пулей, да, и вот все, что за пулей летело в такой вот комфортной ситуации, оно как бы выдувается и распределяется на тканях, на поверхности мишени, причем на поверхности ее второго слоя, то есть на коже, на рубашке, футболке, что-то под этой курткой надето, в виде такого лучистого венчика. То есть характерное отличие признака виноградова от признаков выстрела с близкой дистанции в том, что, во-первых, мишень двуслойная и отложение дополнительных факторов выстрела на втором слое мишень, то есть рюбе с близкой дистанции было бы на первом, ну и достаточно характерная форма вот в виде лучистого такого венца. Еще один феномен достойный внимания, о котором надо было сказать, это феномен или признак шелинги Никифорова. Это особенности повреждения плоских костей. Когда мы с вами вполне можем по характеристикам повреждения определить последовательность причинения этих повреждений. Все дело в том, что при повреждении плоских костей в днестрельном от них, как правило, сходятся трещины. Причем эти трещины могут идти достаточно далеко, пересекая швы черепа. Но если возникает второе повреждение огнестрельное, то вот трещины от второго повреждения никогда не пересекают трещины от первого, они в них заканчиваются. Трещины от третьего повреждения, если такое будет, не будут пересекать трещины от второго и первого повреждений. Вот таким образом, да, можно определить последовательность причинения повреждений. Буквально пару слов о взрывной травме, которая тоже относится к огнестрельным. Взрыв – это импульсное выделение энергии в результате физических, химических или ядерных превращений в веществ. Взрыв взрывчатого вещества – это химический процесс превращения твердой взрывчатки в газ. То есть взрыв – это то, что мы наблюдаем в момент выстрела из огнестрельного оружия. Этот взрыв происходит внутри гильзы, но поскольку гильза размещена соответствующим образом в патроннике, оружие конструктивно предназначено для того, чтобы распределение образующихся при этом газов направлять в необходимом направлении. Со взрывами взрывчатых веществ, взрывчатых устройств все бывает иногда не так, хотя там тоже можно за счет определенных конструктивных особенностей придать взрыву какое-то направление необходимое. Повреждающими факторами взрыва являются продукты взрыва, осколки взрывчатого устройства, ударная волна окружающей среды, воздух или вода, или еще что-то, ну и вторичные снаряды. По сути дела здесь очень много сходного с обестрельными повреждениями, да, и вот как бы просто нужно учитывать, что направленность действия будет несколько иная. Дистанции взрыва тоже можно иногда определить. Дистанция взрыва, она бывает очень близкая или в соприкосновении, в том случае, если мы видим следы действия, и взрывных газов и других продуктов, и ударной волны, и осколков, и вторичных снарядов. И она может быть не близкой, когда мы видим только действия осколков и вторичных снарядов. Относительно близкая дистанция предполагает действие ударной волны, но отсутствие действия взрывных газов и других продуктов взрыва. Вот здесь демонстрируется фрагмент черепа с огнестрельным повреждением. Вот этот дефект, это не дефект самого огнестрельного повреждения, здесь кожный лоскут просто уже вырезан. Но в глубине под этим кожным лоскутом мы можем видеть травму черепа, достаточно обширную, и с размножением вещества головного мозга, выстрел в упор, как ни странно, выходное отверстие, вот такое вот характерное, не характерное точнее, то есть наоборот входное. И вот смотрите, пожалуйста, большой лоскут, выходное отверстие с очень большими, с очень неровными краями, с такими вот какими-то лоскутами висящими, и достаточно аккуратное входное отверстие. Вот также входное отверстие видны пояски осаднения, поясок обтирания, дефект минус ткань. Выстрел был из гладкоствольного охотничьего ружья, вот еще один результат выстрела в упор, выходное отверстие, сравните размеры входного и выходного, также формы. Фрагмент костей черепа обнаружен в стороне от трупа. Следы брызги, брызги крови и следы действия пули в потолке. Также по ним можно примерно ориентироваться, в каком направлении велась стрельба. Ну, собственно, все на сегодня. Спасибо за внимание. До встречи на занятиях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok